Стив, прежде всего мои поздравления. Мы наконец-то в Сочи и наконец-то у нас есть этот вагон. Простите, спортивный универсал. Второй момент. Я хочу поблагодарить вас, потому что впервые в истории мы видим красивый российский универсал. Реально. Вы вообще осознаете, что вошли в историю и сделали первый по-настоящему красивый универсал Made in Russia? Мы к этому стремились. Все, чего мы хотим, создавая новые продукты, делать их все лучше и лучше. Стараемся двигать бренд вперед, вывести Lada на новый уровень за счет таких вот впечатляющих, волнующих даже продуктов. Это ваша третья модель в новейшей линейке после Vesta и X-Ray. Какая из них любимая? Трудно сказать, какая любимая, потому что между ними очень много общего. Первенец, как мы называем его в своем кругу, он всегда особенный. Но если продолжать аналогию с семьей, то для мамы с папой все дети одинаковы. Для меня самый эмоциональный автомобиль Vesta Cross, который почти идентичен концепту двухлетней давности. Он не особенно дорог из всего семейства Vesta, которое у нас есть. Почему SW вы расшифровываете как Sport Wagon, а не Station Wagon? Все просто. Посмотрите на профиль автомобиля. Традиционные универсалы имеют строго вертикальную заднюю стойку. Это продиктовано соображениями практичности. Наш автомобиль о другом. Он больше для активного образа жизни. Поэтому у нас другой наклон задней стойки и покатая крыша. Это делает задний свес более компактным, а весь образ машины более динамичным и спортивным. Поэтому у нас Sport Wagon. Таким образом мы, к тому же, дистанцируемся от прошлого автомобиля с этим типом кузова и вообще создаем новый сегмент. Трудно было сделать универсал из седана? Вообще-то нет. Создавать новый кузов всегда вызов. Но если вы присмотритесь, то у нас здесь те же бампера, те же задние фонари. Но новые пропорции. Приподнятая на 25 мм крыша, и все равно профиль получился очень парящим, скользящим. Это важно не только для дизайна, но и для аэродинамики, кстати. Но мне было важнее сочетание эмоционального и уникального. Так появились разные оригинальные решения, вроде акульих плавников по обеим сторонам кузова. Черные вставки между спойлером и крылом, которые также улучшают оттекаемость. Еще один акулий плавник сверху делит крышу надвое, делая образ более динамичным. Еще мы поиграли с формой и графикой. Получился весьма такой самобытный образ, который, опять же, помогает воспринимать машину более спортивной. Все и сразу. Автомобиль такого типа обязан быть практичным. Но это должен быть максимально красивый автомобиль. Мы потратили много времени на то, чтобы продумать организацию внутреннего пространства. Выжимали буквально каждый сантиметр, как вот здесь, у кромки заднего бампера. Так появилось двойное дно и поддон багажника, и два варианта организации пространства. Хочешь, вынимаешь поддон и используешь весь полезный объем по максимуму. А если это не принципиально, но важна практичность организации багажника, то у тебя есть выбор. В общем, мы сделали все, чтобы автомобиль был максимально практичным. Вместе с тем, эта практичность сочетается с красотой. У тебя автомобиль, который отлично выглядит и в то же время он полезен в быту. Оранжевые вставки в интерьере Vesta Cross вызывают неоднозначную реакцию. Большинству моих знакомых они категорически не нравятся, уж не знаю почему. А вы как реально думаете, нужны такие яркие детали в утилитарной семейной машине? Cross будет доступен в двух исполнениях. Одно более экспрессивное, где как раз и будут те самые оранжевые акценты в интерьере, на креслах, на приборной панели. Но будет и более традиционное исполнение в серых тонах. У тебя есть выбор, эмоции или консервативный подход. Вы создаете новые эксклюзивные цвета для каждой новой модели Lada. Для Vesta это был Lime, для X-Ray Puma и оранжевый какой-то... забыл. Оранжевый, короче. А для Vesta Cross вы создали цвет Mars. Но в России популярны только серые машины, черные машины, белые машины. Вы не расстраиваетесь, когда столько сил уходит на создание нового оттенка, а люди все равно покупают черное или белое. Нет, не думаю. У нас нет цели перекрасить весь масс-маркет в новые цвета. Что мы всегда стремимся делать, так было и так будет, при создании концепта, это придумать наиболее подходящий для него цвет. Когда мы создавали Vesta Cross, придумали вот этот цвет. Mars. Очень интересный оттенок, он хорош при любом освещении. И мы оставили его на серийной машине. Мне кажется, он наилучшим образом подчеркивает формы, грани. И для Cross он идеален. Помните, может быть, мы уже экспериментировали с оранжевыми акцентами, когда создавали Calino Cross и Largus Cross. Так и здесь мы даже в буквах шильдика сделали оранжевые вставки. И в этом его самообытность. Мы не рассчитываем, что огромное количество клиентов выберет этот цвет, но мы позволяем им стать более выразительными. Конечно, кто-то прагматичный выбирает машину в расчете на ее успешную перепродажу в дальнейшем. Но есть и те, кому хочется выделиться. Думаю, по сравнению с лаймом, этот цвет будет более успешен, потому что он все-таки не столь экстремален, не столь провокативен. Ну и повторю, этот цвет идеально сочетается с Vesta Cross. С момента выхода серийной Vesta X-Steve к дизайне стал очень популярен. На днях буквально мы видели премьеру обновленного Mitsubishi SX, он выглядит прям точь-в-точь как X-Ray. А еще я видел несколько китайских поделок на эту тему. Мы рады, что ваши идеи так широко разошлись. Конечно, это дилемма. С одной стороны, мы не очень счастливы, потому что оригинальность дизайна снижается, когда кто-то его копирует. С другой стороны, если говорить о китайцах, то мы знаем, что они копируют, но у них так принято. Да, нам нравится ваш дизайн, он так хорош, мы тупо возьмем его. Это расстраивает. С другой стороны, Lada пока не так интегрирована в мировой автопром, и приятно, что мы нашли какое-то такое дизайнерское решение, которое копируют за рубежом. Для меня с момента прихода на АвтоВАЗ было принципиально создать такой язык дизайна, которого бы ни у кого не было. Что-то такое, глядя на что любой русский мог бы сказать, да, вот это Lada, и ни у кого такого нет. Но вообще такое бывает в автопроме, что идеи идут в тираж. Кто-то берет их целиком, кто-то подтаскивает некоторые частные идеи. Но у нас все равно есть наше лицо, нечто оригинальное, и я думаю, что это хорошо, и приятно, что мы задаем тренды. Обычно бюджетные машины, вроде Логана, Пола, Соляриса, выглядят достаточно просто, особенно Логан. Но ваши машины с самого начала выглядят круто, и вообще дороже, чем они есть на самом деле. Почему вы смогли, а ваши коллеги нет? Думаю, сказывается прошлый опыт работы в Мерседесе и Вольво, в премиум сегменте. Я знаю что-то, чего коллеги с масс-маркета могут не знать. Перед нами с самого начала, с самого первого концепта X-Ray, стояла задача изменить восприятие бренда. Не просто создать новые модели, а модели, которые воспринимались бы на качестве на ином уровне, я не только про качество исполнения, но и про качество дизайна тоже. Мы много сил и времени потратили на обсуждение того, как это сделать наиболее логично. Один из наших постулатов – все должно быть гармонично. Смотрите, все линии кузова в гармонии друг с другом. Если мы куда-то добавляем хром, он должен смотреться уместно на фоне других деталей. Это и создает ощущение качества автомобиля. Кто ваш самый суровый критик? Клиент. Самый суровый критик – это покупатель. Если ему не нравится, он не купит. В недалеком прошлом главный резон покупки «Лады» была цена. Ну и в советский период выбора-то особого не было. Сейчас, наоборот, выбор огромен, и поэтому мы так зациклены на дизайне. Всем нравятся красивые продукты, и перед нами стоит задача создать такой продукт. В то же время он хоть должен ассоциироваться с Россией, но не должен вызывать ассоциации с прошлым, с советскими автомобилями. В общем, покупатели суровые критики, но и вы журналисты очень критичны. Я надеюсь, что в данном конкретном случае критика будет позитивной. Ну и сам я к себе очень критичен. Я не могу спать спокойно, если что-то идет не так. Вы знаете, что ваши коллеги, зарубежные, в том числе шеф-дизайнеры других марок, говорят о вас за спиной? За спиной? Не знаю. В лицо восторгаются. Просто не все еще видели наши новые автомобили. Мы не так широко представляем их за пределами России. Ну, они видят ту информацию, которую мы публикуем в интернете. И вот то, что они видят, вызывает у них очень позитивную реакцию. Думаю, они понимают вызов, который стоит перед таким брендом, как Лада. И какие шаги нам приходится предпринимать, чтобы вывести его на новый уровень. Понимают, что мы создаем, в принципе, новый язык дизайна для целого бренда. Ну и вообще, немногим брендам сегодня выпала возможность совершить маленькую революцию в дизайне. В наше время это вообще-то как-то не принято, если вы не команда молодых стартаперов. Так что реакция коллег суперпозитивна. Какими вы видите покупателей этой машины? Это публика постарше или помоложе? Я вот сомневаюсь, что возрастная аудитория воспримет ее. Для них она слишком экспрессивна. Поживем – увидим. Создавая новую машину, мы держим в уме образ будущего владельца. Но случается всякое. С одной стороны, возросший запас пространства привлечет семейную аудиторию. Но вообще, думаю, в итоге аудитория в основном поделится между простым универсалом и кроссом. Кросс для более молодой публики, более активной. Тех, кто любит приключения – спорт. С другой стороны, универсал практичен. И мы зацепим не какую-то одну группу покупателей, а охватим широкую аудиторию. Ну и привлечем новых клиентов к нашему бренду и в этот сегмент в целом. Он достаточно необычен для российского рынка. И последний вопрос – почему вы до сих пор не добавили меня в друзья на фейсбуке? Я запрос послал еще в Тоскане два года назад. Ничего личного, просто у меня так много запросов, временами я все проверить не могу. Добавляются люди со всех концов света, и ты зачастую не понимаешь, кто это вообще. Но я проверю и кликну «Добавить». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!